Видите, почему? Потому что они приспособлены на места. Вот с той стороны тоже там куча мусора. Люди убирают, и как-то не за это, не знаете, никто не смотрит. Нету хозяина, что смотрят. Откуда именно вот как раз-таки скидываетесь этот мусор? С могил. С могил вот человека вниз. Многие там себе убирают, и там же и бросают его возле своей могилы. Просто, знаете, все зависит уже от совести человека. Я считаю так. Машины вот приезжают, и мусор, естественно, так накидали мусор, что нельзя подойти к мусорке. Где же ваша совесть? А мы собираемся в Европу. Таких людей надо наказывать. Тем более, что ты приехал с машиной. Даже не пешком этот мусор выбрасываешь. Я как-то сделала замечание. Так мне сказали, иди, бабушка. Ну, не буду говорить вам, что мне сказали. Мне вот 80 лет. Надо наказывать. Но надо, наверное, наказать так, чтобы они почувствовали. Из-за того, что люди ленятся контейнер кидать. Сами люди виноваты. Все вот затраты, какие носят вот эти службы, надо вот на этих людей, которые нарушают, вот на них налагать. Вот и все. Воня не вывезли мусор еще. Бывает так, через день, через... Много, частные бусики много. С магазинов приходят, разбрасывают. Очень много бусиков. Из частных, из сектора тоже приезжали сюда, бросали. Конечно, должно принимать какие-то меры. Некоторые привозят на свои машины тут, выбрасываются. А, в носе, сюда не успевают, наверное, не вывозят. Люди делают ремонт. Но если вы понимаете, как вы понимаете, когда вы не сможете, то есть, как вы видите, что это не такое. А вот так вот, по-другому, по-другому и по-другому, это означает, что это так и оказывается. Предприятия до сих пор вывозила все без оплаты, за свой счет. Но сегодняшний день, из-за нехватки транспорта, к сожалению, предприятия не может выполнять такой же объем по вывозу микросвалок по городу. Согласно решению 3.17 от 24 апреля 2024 года было установлено положение о констатации правонарушений. В обязанности управления коммунального хозяйства именено обеспечение выявления и констатации правонарушений в части распоряжения отходами, согласно статье 154 Кодекса о правонарушении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова